Музыка Всем привет! Друзья, соскучились по интересным походам и заброшкам? Сегодня мы идем именно туда. Вкратце расскажу об наших местах. Друзья, на этих землях раньше жили финны. Ну, если вдаваться в историю, то еще раньше шведы, а еще раньше земля это была новгородская. Но с Новгорода было очень сложно управлять местными землями, и потому они частенько переходили из рук в руки то шведам, то финам. И каждый народ на этих местах отстраивал свою церковь. Но как только приходилось с боем сдавать эти места противнику, естественно, свою церковь они сжигали, чтобы те новые люди, которые сюда придут, церковь не осквернили. В истории нашего современного Уси Кирко, которая в переводе означает «новая церковь», корни затерялись где-то в глубине 1700-х годов. В общем, каждый новый народ на этих местах строил дома, рыл колодцы, в общем, приводил ландшафт в тот вид, который нужен был ему. Деятельность человека на этих местах оставила очень много интересных и порой опасных вещей. К ним можно отнести колодцы в лесу, которые уже заросли мхом, и есть риск провалиться туда. Есть старые фундаменты, ну а также есть и интересные находки. К примеру, при строительстве котлована под новый дом, при раскопках обнаружили снаряд, который не разорвался со времен Великой Отечественной войны. Разумеется, советские йети находили очень много патронов на местах, где, например, была старая финская тюрьма. Также ходят местные легенды, что в этих местах финнами были прокопаны подземные ходы от значимых сооружений, чтобы можно было спешно скрыться, если противник начнет наступательную операцию. Подземные ходы, по рассказам, шли от старой школы домохозяек, это ныне лагерь «Кристалл». Также подземный ход от церкви, которая находилась на том месте, где сейчас расположено Полянское кладбище. Фундамент этой церкви до сих пор можно наблюдать, если погулять по кладбищу. Ну а цоколь каменной колокольни до сих пор еще не развалился и стоит, и будет стоять, я уверен, дольше, чем даже многие другие советские постройки. Но, к сожалению, непонятно, где подземный ход на кладбище берет свое начало. Андрей, с которым мы ездили до лагеря «Дружба», показал мне юго-западную сторону кладбища, где лежат плиты. Он сказал, что, скорее всего, там завален ход. Ну, конечно, основываясь не на своих знаниях, а все-таки на том, что рассказывали более постаршие люди. По моим наблюдениям, подземный ход находится на северо-западной стороне Полянского кладбища, потому как там есть очень интересная постройка, похожая на подвал, возвышающийся буквально на 25 сантиметров над землей, но сейчас он уже зарастает и заваливается, имеющая форму арки. То есть, если это были ровные подвалы для того, чтобы потолок был над этим домом, например, да, он всегда строился ровно, а здесь все-таки форма арки. Это, следовательно, если земля давит сверху вместе с песком, да, тяжесть грунта, она не дает проломиться этой арке. Если бы это был прямой потолок и сверху земля насыпана, то тогда бы она просто проломила середину и осыпалась прямо в туннель. Третий подземный ход, опять же таки, по легенде, уходил на Лысую гору, проходя прямо через поселок Поляна. Естественно, тогда это был административный центр, и назывался он Ууси Кирко. В него также и входила каннелярва, которая потом отделилась и стала самостоятельной волостью. По местным легендам, сразу при въезде в Поляны располагался вентиляционный колодец, но уже при советской власти этот колодец благополучно засыпали песком, а сверху построили сарай, чтобы пытливые дети и прочие люди туда не смогли залезть. Значит, есть что скрывать. И знаете, что интересно? Финны эти места знают лучше, чем мы. Мы находимся здесь 17 июня 1944 года. Хотя, наверное, советский народ жил по принципу «меньше знаешь, крепче спишь». И это действительно относится очень хорошо к этим местам. На Лысой горе также есть что-то подобие подвала. И когда я там прошелся с металлоискателем, металлоискатель пищал на металл, хотя там было все выложено камнями. Возможно, всего, если основа полагаться на легенды, может быть, как раз в этом подвале был вход в подземные тоннели. Четвертый подземный тоннель проходил под озером Киркоярви, ныне Полянская, и уходил в сторону ныне заброшенного лагеря «Дружба», куда мы с Андреем ездили в прошлое лето на сталк-поход. И даже завязывался разговор о том, что, возможно, подвал, который находился рядом с той дачей, вот сейчас вы ее видите на экране, возможно, был когда-то входом в подземные тоннели. Но, к сожалению, кроме соленых огурцов и варенья, мы там ничего так и не обнаружили. Места те ныне заброшенные и притягивают к себе любопытные умы. Меня это также коснулось. Когда мы в прошлом году ездили с Андреем на заброшенный лагерь «Дружба», показать современное состояние этого брошенного объекта, нам стали писать в комментариях, что нужно было бы сходить в библиотеку, почитать литературу, пообщаться с местными старожилами, чтобы снимать такие фильмы. Так вот, друзья, сходить в библиотеку я сходил, но библиотекарь мне ответила, что ни книжек, ни литература не сохранилась с финских времен. История полян начинается 17 июня 1944 года, когда на эти обожженные земли пришли переселенцы поднимать сельское хозяйство, отстраивать совхоз поляны. Ну а пообщавшись с местными старожилами, я узнал немного более того, что я вам сам сейчас только что рассказал про подземные ходы. Хотя мне бы хотелось немножко приоткрыть эту завесу тайны и узнать, находился ли в лагере «Дружба» подземный ход, например, в фундаменте того здания, куда мы ездили с Андреем. Архитектура этого здания явно русской постройки, да и не сохранился бы он от финнов за столько десятилетий. Но есть одно «но». Фундамент этого дома выполнен, скорее всего, по финской технологии. Это когда камни обмазывают цементом, а если еще и постараются, то сделают огранку камням. Вот, собственно говоря, этот фундамент давным-давно и привлекает мое внимание. Есть ли что-то или нет, там сегодня мы это разведаем. Устраивайтесь поудобнее, впереди вас ожидает интересное путешествие в лагерь «Дружба». 14 часов и 19 минут, 23 марта 2016 года. Вот потихоньку собрались, будем сейчас выезжать. Дождемся Сашку из магазина и поедем на наше место. Сашка, марши рукой в зеркальце. Саш, вот мы едем. Это у тебя впервые такое разыскное оперативное мероприятие? Или все-таки бывали случаи выезда на далекие расстояния? Бывали, с тобой впервые вместе идем. Одного бывали, конечно. Далеко заходил? Сколько кем-м? Ну, я не считал километров. Ну, а дома родного все-таки далеко, вы так спросите, если будешь? Ну, и сюда выходил, наверное. Ага, понятно. Сейчас лето близится, впереди еще много открытий и всяких неизвестных мест. Я пока был дома, приговорительно уже рассказал про поляны, что они из себя представляют. Чья это раньше территория была? Так, честно, Маша. Вот, что тут то финны, то шведы были. Каждый народ, который поселился на этих территориях, отстраивал свою очередную церковь. Но как только передавать приходилось боем земли врагу, естественно, церковь свою, а не дабы, чтобы ее чужие люди не осквернили, сразу же разрушали. Так, сейчас мы проезжаем место, въезд на кладбище. Здесь сейчас начинают отстраивать, блоки поставлены, значит, будут строить новые дома. И вот здесь на повороте, я уже рассказывал, когда мы с Андреем Максимовым подъезжали к этому месту, он говорил, что как раз в этой юго-западной части кладбища находится вход в подземные тоннели, который заложен плитами был. Сейчас, правда, уже проехали это место. А у меня несколько иная информация. Но здесь уже основаны на собственных наблюдениях, что вход в подземные тоннели находился в северо-западной части кладбища, и дам такой свод в виде арки. Как раз арки строят как вот по форме метро тоннеля, чтобы он не развалился под давлением сверху, когда песок, глина и прочее давят. Когда форма круглая, это как яйцо. Если сдаешь в руках, то ничего, не получится его сразу заставить лопнуть. А это сбоку бывшая школа домохозяек. Лагерь «Кристалл». Для советских детей это также одно время было школой, пока школу не отстроили в полярах. С правой стороны дача Гаврика, а чуть дальше там тоже стояла церковь, уже русская. Остался от нее только фундамент. Так потихонечку приближаемся к месту назначения. Решили не через озеро пешком, потому что я так думаю, что можно попасть где-то и в оттаившую полынью, и все, прощай. Пройти 4 километра по дороге от Уткина. Судя по карте, обозначение на Викимапии, там находится 5 дорог в разные стороны расходящихся, и стыла лагеря «Дружба», который ныне не действует. Туда мы и держим путь. Итак, друзья, мы подъезжаем к повороту на Уткино. Вот уже почти проезжаем его. Езжаем, езжаем, езжаем. Опа! А что дальше нас ждет? Дальше нас ждет очень много интересного, загадочного, необычного. Хотя необычное и загадочное, по-моему, одно и то же, да? Как там, Вис? Чуть-чуть, наверное, отлично есть. А что весомее? Загадочное или необычное? Загадочное. Вот и здесь несколько загадок нам предстоит отгадать. Посмотрев грустно вслед отъезжающему автомобилю, мы выдвинулись на наше исследовательское мероприятие. Сейчас я зрителя познакомлю с местностью. Называется перекресток... Сколько дорог сейчас? Раз, два, три, четыре, пять. Перекресток пяти дорог. У нас впереди четыре километра. Стеллы этого лагеря мы так и не нашли. Но, скорее всего, место от нее, которое держало ее фундамент, вот он был. И здесь, кстати, также много исторических мест. Здесь успели побывать и финны, и шведы, но завершили все русские. Ну что, друзья, первая линия электропередачи, которая попалась нам на пути. Впереди нас будет ожидать вторая линия электропередачи. Здесь лежат бревна. Бревна уже свалены старенькие, потому что все новое уже давным-давно увезено и украдено в нашей стране. И даже если пилит лес для того, чтобы сделать плановую вырубку, как я вам когда-то рассказывал, когда ездил по лесам и озерам Карельского перешейка, делается это все для того, типа, прикрытия, в общем-то. Собрать лес, увезти и украсть его. Лес лежит уже в 98-м году. Пилят все по-черному. Друзья, многие из вас спрашивают, когда отправляемся мы в походы, в различные разведывательные мероприятия, что же мы берем с собой? Все зависит от того, куда идешь. Нужно заранее спланировать поход, представить, что нужно, и, наверное, уже дня за два начать составлять список. Иначе список вещей, если не будет составлен, то, наверное, когда все будет собираться в спешке и в беспокойстве, можно забыть некоторые вещи. Не подумайте, что там какая-то вещь, она может пригодиться, может не пригодиться. Но в самый последний момент, самый ответственный, как раз именно насчет этой вещи вы можете сожалеть, что вы ее не положили в свой походный рюкзак. Я скажу так, что смотря, куда идешь, и что ты можешь делать. Я, конечно, не хочу сейчас для себя специалиста какого-то там корчить. Ну, смотря что, куда ты идешь. Ну, понятно. Если это поход, нужно понимать, будет что у воды или нет, определенные какие-то собой вещи, инструменты, приспособления. А если это какое-то трех-четырехчасовое мероприятие, или просто пикник, тоже как бы можно. Если ночевку, там интереснее, там с собой нужно действительно брать уже много все запасного. Ну, смотря какие цели, я так не могу сказать. Основное, конечно, это еда и, как у нас в школе учили в УБЖ, аптечку. Все как бы просто. Помню, мы в одном из походов отдыхали, на всю ночь остались с палаткой в карьере. И, короче говоря, по утру просыпаемся, и поверху палатки такая дорожка из муравьев идет. Было очень интересно наблюдать. А у нас осталось сколько? Мы километр сейчас прошли уже. Осталось три километра. В принципе, мы огибаем вокруг, с дальнего берега, озеро Киркоярве, ныне названное Полянское. А все-таки эта церковь-то красная, это шведская или пинская? Пинская. Шведы были выгнаны намного раньше, а красная это всего лишь колокольня. Церковь поблизости была построена. Итак, друзья, погода хорошая, светит солнце, настроение поднимает, естественно, вверх. И хочется вот реально уже, чтобы снег растаял, чтобы перед нами открылось больше дорог, больше различных путей, ну и, естественно, новых мест. Точнее, места старых, но для нас они новые. Порой многие мои знакомые и незнакомые люди ездят по всяким заброшенным военным, расформированным частям, по старым ракетным там гарнизонам военным и прочим, и говорят, там уже снимать нечего, типа, ну, на видеокамеру. Там уже все украдено, там все вывезено. Друзья, на самом деле, побывать даже на таком месте, посмотреть его, и даже если там все украдено, как я не удивлюсь вообще, в нашей стране бывает, все равно можно найти что-то интересное для себя. Вот, кстати, мы до какой-то стеллы дошли. Может быть, она и являлась. Как раз направляющий в сторону лагеря Дружба. Правда, на ней ничего нет. Да? А, да, Дружба написана. Но эта надпись уже была сделана намного позднее, чем эта стелла здесь стояла. Если присмотреться, вот эта надпись. Здесь, наверное, вот висела табличка такая, большая, и было написано «Лагерь Дружба». Было грустно, что там не Дружба была. Все уже. А я пробую. Да. А, ну да, покажи это. Это было слишком грустно, а внутри еще какие-то элементы в ней находятся. Заметьте, сколько полей осталось необработанных. Точнее, их обрабатывали раньше, и даже борщевик, я смотрю, выращивали для того, чтобы кормить домашних животных. Но борщевик уже самостоятельно разросся, и теперь с ним борются. А, собственно говоря, все остальное брошено на самотек. И очень бы хотелось, если за эти поля возьмутся, чтобы их обрабатывали, как это было раньше. Они отдали под всякие дачные поселки, выстроят здоровенное садоводство, построят вокруг его забор, и, собственно говоря, дорога туда будет открыта только тем, у кого очень толстые кошельки. Мы можем вместе объединиться и прийти сюда и сделать так, чтобы даже у кого есть толстые кошельки, они ничего не строили. Такие моменты уже были. Мы все не забоимся. Единственное, что здесь далеко, и кто-то что-то воспрепятствовать сильно-то не может. Насчет Лысой горы сегодня общался с Эдиком Ефимовым, который занимается раскопками с металлоискателем. Вот прошлое видео, которое я скидывал на канал. Это как раз мы с ним ездили по полянам. Он сказал, что Лысую гору продают за сколько-то там миллионов. Если не ошибаюсь, за сто, что ли. Значит, хотят там сделать что-то построить. Будет хорошо, если построят горнолыжный курорт. Будет плохо, если построят какой-нибудь такой тоже для богатых людей поселок на верхушке, садоводство или как? Коттеджный поселок, да, правильно называется. И тогда нам с вами будет закрыта дорога и туда. Забудем, что такое Лысая гора. В общем, будем надеяться, что все-таки, если ее и продадут, интересно, а кому деньги достанутся? За просто землю. Вот. То все-таки это будет горнолыжный курорт. А не что-то с чем-то. Лучше не говори, лучше не знать, а то машина черная сейчас появится. Входим в лесополосу. Поля прошли. Здесь раньше, скорее всего, была вырубка. Не скажу, что здесь могло быть поле, так как на полях, которые мы только что прошли, деревья не растут. Там либо глина снизу не позволяет им водой подпитываться, либо просто семена здесь сильно не разносит. Хотя насчет второго я очень сомневаюсь. Итак, друзья, мы находимся на том месте, где мы с Андреем Максимовым сверяли карту. Вот это видео. Вот оно, вот оно. Андрюха, тебе здоровенный привет. Нас отличает тогдашних от сегодняшних, что мы уже знаем, куда нужно идти. И потому сейчас очень скоро мы окажемся на нашем заветном месте. Чего я забыл взять, так это гвоздодер. Зачем? Я хотел, зачем? Пол скрыть. Да. Потому как про эти подземные ходы все-таки рассказывали, что они находятся в подвале этого дома. Кстати, рассказал Даня Серяков. Вот, короче говоря. И он также подтвердил, что слышал, что под этой дачей находится подвал. Хотя в подвал мы с Андреем так и не попали. Вот сейчас мы с Сашей идем попробуем попасть. Сейчас будем подходить. Нам надо пройти линию электропередачи и повернуть направо. Друзья, мы подошли к линии электропередачи. За разговорами время так быстро летело. Я думал, что мы будем уйти намного дольше. От дороги развилки, так называемый перекресток пяти дорог, мне казалось, что 4 километра, конечно, будут тянуться подольше. Ну вот мы почти и дошли. Здесь дорога дальше уходит. Сейчас я лучше вот так повернусь, показать. Эта дорога идет на старую заброшенную дачу и ничего туда, кроме снегохода, не ездило. Это отлично. Так как территория получается заброшенная и ничего там нету. А вот эта дорога идет на заброшенный лагерь Дружба. Оставайтесь с нами. Наше видео продолжается. И самое интересное начинается именно сейчас. Можно опять смело включать, взреетесь кострами. И вот они, корпуса лагеря Дружба. Но я первым делом хочу показать колодец с квадратным срубом и передать привет. Я передаю привет Эдику Ефимову, с которым мы недавно ходили с металлоискателями и видели точно такой же колодец. Саша, все в порядке? Я переживаю. Все нормально. В общем-то провалится около колодца. Ну да. А веревку-то я уже не взял. Я взял с собой. Ну а как бы я ее туда-оттуда принял бы? В общем, вот. И колодец с таким же квадратным срубом получается. Но сейчас здесь не сильно видно, хотя может быть на камеру это все-таки поведнее будет, нежели чем я здесь стою, а камера-то повыше. И сейчас мы обойдем корпуса, над которыми веет таинство Советского Союза. Ейки. Где-то я это уже говорил, да? На подъем, на отбой, все это горное и прочее. Все здесь когда-то было. Здесь отдыхали советские дети. Порой корпуса называли яхтами. И тем не менее, да, такой маленький домичек, который вот мы сейчас видим, это было корпусом спальным. Даже вот сохранились элементы обоев. Друзья, кто отдыхал в этом лагере, ну конечно, я уже обращаюсь к более старшему поколению. И кто, например, смотрит это видео, напишите в комментарии. А если еще будет возможность, пришлите фотографию. Очень бы хотелось посмотреть, как все выглядело в лагере Дружба. В том, в вашем, когда вы там отдыхали. Несколько корпусов. Наверное, административный корпус. Похоже на подвал, но точно не подвал. Колодец посреди лагеря. Как вообще так можно? Если он был закрыт, то я, конечно, спокойно. Если он был открыт, честно говоря, был бы я ребенком, я бы, наверное, первый туда бы и угодил. Из-за своего любопытства неподдельного. Корпус номер 8. А тут 13 вообще висит. Без стены. Разъеденные все муравьями и плесенью. Старые заброшенные. А еще рекомендую ходить аккуратно, потому что туда гвозди торчат. Саша сказал, что здесь даже сохранилось расписание автобуса до полян. И к иналярви, да? Или от каменки? Да, от полян. Вот просто написано, автобус до полян. Интересно, какой же это год? Все как-то тут ненадежно, страшно и запутанно. Ну что ж, друзья, да, здесь мы побывали, осмотрели так вкратце корпуса, но то, что мы не показали на видео вам, собственно говоря, интересного так ничего. Все разваленное. Даже для сталка очень выглядит печально. Друзья, в этом лагере, где мы находимся, отдыхал сам Иосиф Бродский. Это русский и американский поэт-писатель эссеист. Умер в 1996 году. Его работы можно найти в интернете. Ссылки я не буду приводить, потому что таких людей все-таки нужно знать. Сзади нас находится именно это здание, где отдыхал этот человек еще будучи мальчишкой. В лагере дружба здесь, в полянах. Ну а наша сегодняшняя цель еще не достигнута. Но, во всяком случае, по пути мы исследуем этот корпус. С Андреем мы уже полгода назад здесь побывали, но я почему-то не вооружился фонариком, о чем я очень сильно сожалел. Сейчас все-таки мы экипировались по полной, даже взяли с собой поесть, чтобы день провести плодотворно. Но, во всяком случае, это лучше, чем сидеть за компьютером весь день. А здесь все-таки свободно, свежий воздух, природа. Хоть даже загрошен. Смотрим, что пол этого дома залит водой. А воде, наверное, некуда уходить. Я так думаю, в подвале все-таки воды нету. Ну или если она есть, то ее не так много. Разобрали все, включая даже пол. Забрали доски, которые пол держали. Кому-то это пригодилось. А кто-то здесь даже снеговика сделал. Вот так бывает. Друзья, напомню, мы находимся в лагере дружба. И корпус, где люди оздоравливались. Где приходили в себя после тяжелых рабочих месяцев в отпуске, когда были. Кстати, здесь очень хорошо видно, что фундамент не финский, фундамент русский. Ленточный применялся фундамент. И даже сейчас он сохраняет герметичность. Вода, которая стоит в этом фундаменте, она получается выше, чем та, которая даже рядом. То есть здесь она образует ванну, в которой никуда вода не утекала и замерзла. Только успела лопнуть. А здесь вода уходит вниз. Но под нами еще находится подвал. Так что туда нам также нужно будет проникнуть. Так как под окнами находятся ниши для батарей, следовательно, здесь, я волен думать, что была котельная. Кстати, еще несколько дверей замурованных было. То есть здание несколько раз перестраивалось. Были еще две двери. Скорее всего, они вели не просто в ту комнату. Там, наверное, было отделено стенкой. А может, что-то хранили. Период того лагеря, я подумал. Период лагеря. Ну, когда вот его отстроили. Но вот на самом деле по постройке все-таки используются кирпичи. И кирпичи используются именно вот вкладки, как это делали уже при Советском Союзе. Может быть, я ошибаюсь. Если кто-то лучше меня знает это место, конечно, пишите в комментариях. Друзья, я буду не против. Вместе узнаем, что здесь и как было. Попробуем, кстати, подняться на второй этаж. По вот такой очень-очень страшненькой лестнице. Так. Давай, Сашка, аккуратнее. Здесь точно так же царит хаос и разруха. Можно выглянуть, кстати, да, с этого скозырька. Посмотреть, как здесь все. Вид на столовую. Вдалеке на столовое изображение, где дети сидят на радуге беззаботные. А все уже не настолько беззаботное здесь. Все заброшено, развалено. Все, что можно было украсть, украдено и разбито. Здесь, кстати, на втором этаже я подробного обзора в прошлом году не делал. Так что для меня, так как я тут нахожусь тоже, хожу первый раз, это тоже в дикоинку. Саш, в каком месте ты говорил, что можно было попасть на крышу? Так, ты прям у нас как путеводитель, сталкер. А что я вниз не наступаю? Можно уже вниз наступать. Так, здесь можно было вылезти на крышу. Ага, а здесь выход на чердак был. Понятное дело. Да, здесь была лестница, скорее всего, которая уводила наверх. Не могут так просто сделать крышу в таком виде. Ну, если летом здесь находиться, то я, знаете ли, друзья, уважаемые подписчики канала, не против, кстати, залезти на крышу. Надо было это сделать. Сейчас мы выглянем в окно, посмотрим, что видно откуда. Так. Так. Та-да-да-дам, там столб должен стоять. Правильно? Правильно. И вот отдыхающие люди здесь, беззаботно, не знающие, что в 2016 году двое сталкеров сюда придут, вспоминать о них, в общем-то, сидели перед окошком, смотрели, занимались своими делами, оздоравливались. Ну, я бы тоже в том времени не против оказаться. Вот на самом деле порой хочется... Если ты приезжаешь, так ты здорово уезжаешь. Ага. Сто процентов. Порой хочется оказаться в каком-нибудь месте, которое не просто вот сейчас, опа, и оказаться, а именно лет на сколько-нибудь назад. И чем побольше, тем получше. Так. И посмотреть, что там было и как. Ну, а потом можно смело возвращаться домой. Так, что здесь? Здесь было печное отопление или вентиляция. Скорее всего, вентиляция. Кирпичи быстренько разобрали на свои нужды ближайшие садоводы и прочие жители, которые любят поживиться за чужой счет разваливающихся зданий различными вещами. Вот тут краска отваливается аж кусками. Бедное здание. Интересно, когда строили его, как все это выглядело тогда изнутри. Электричество было, были и батареи. Причем вот тоже выход на балкон хорошо показывает, что это было оздоровительное сооружение. Обычно вот в больницах и прочих, вот в пансионатах веет именно вот таким, когда вот есть прям выход на балкон. Правда, знаете, друзья, и иметь балконы, с которых люди прыгать могут, тоже не очень хорошо. Друзья, кстати, вот по поводу этой полусферы, о которой я рассказывал, что они хорошо поддерживают подземные ходы, если проходят. Здесь, конечно, на подземные ходы мало чем намекается. Естественно, ничего такого не было. Судя по всему, здесь вообще раздевалка была. Сюда что-то уходит. Ну, там следующая комната. Ну, вот такая арка, если бы потолок точно такой же был, полукруглый, загнутый, это значит, что сверху земля не сможет продавить вот всю вот эту именно полукруг, потому что он всей своей массой держит упор. Это как вот если попытаться яйцо сжать или лампочку, он не лопнет. Старые вентиляционные решетки и прочее. Так что, если кто-то будет искать подземные ходы, ищите полукруглые, не ошибетесь. Так, мы спускаемся в подвал. Я думаю, музыка здесь соответствующая, у меня уже играет там, да, в будущем. Подвалом пахнет, вот сразу если определись, здесь лежали постельное белье. Запах именно такой летом был. Сейчас уже из-за морозов здесь сильно ничего не пахнет. Вот мы видим стеллажи. Как-то, да, в таком состоянии довольно-таки странном и страшном находится. А здесь вообще все горело. Здесь могло быть похоже на баню, но хотя баня... Да, кстати, может быть и этот. Деревяшки. Ну, а что-то, да, держало. Саша, а ты вот по своим разведывательным мероприятиям больше зданий любишь или лес? Ну, разное, разное, Володь, разное. На ту сторону нам попасть не удастся, там замуровано вроде было. Но там, мне кажется, была котельная собственная. Мы еще когда с Андреем здесь ходили, мне тоже это навело на мысль, потому что здесь очень много труб, которые сходятся в одну сторону. Есть еще, да, какая-то комната. А в ту комнату мы попадем только лишь с той стороны. Здесь нам не открыть. Здесь все забетонировано, да, кирпичами заделано. И, скорее всего, вот... Надо, кстати, посмотреть, что в этой комнате находится. Еще разок пройтись. Ну, что тут уходили и вниз трубы, и вот держатели, крючки, на которых трубы располагаются. Это очень-очень интересно. Не хватает здесь немножко не оздоровительного бы, вот по мне как, а чего-нибудь такого военного именно хочется увидеть. Знаю, что не найдешь в этом, ну, в бывшем лагере такого, но во всяком случае хотелось бы. А потому что оно более загадочное. В нем же присутствует элемент секретности СССР и прочего. Конечно, может, и за этим лагерем что-нибудь скрываться, правильно ты говоришь. Ну, 40, а вот потом уже Аркадий Мамонтов нам рассказывает, что здесь было на самом деле. Здесь, скорее всего, котельная была. Так. Что-то похоже на это. И трубы все сюда ведут, скорее всего... А, да куда дым-то уходил, если не туда? Ну-ка. Это, кстати, да, это был обогрев, ну, пол. Туда тепло уходило теплый воздух. И обогревался пол, скорее всего, под всем этим зданием. Очень, кстати, хорошая котельная в этом смысле, если была бы так. И кирпичи очень интересные, именные даже прям со словами. Здесь вообще похоже на то, что вот если канализационные трубы уходят, тут что-то типа как будто ванна стояла, наверное. Гайки. Неопределенно что-то, но было. Ладно, это останется пока загадкой. Не сможем мы пока разгадать ее. Но потом попытаемся это все-таки сделать. А если наши уважаемые зрители смотрят и помогут нам в этом, то вместе мы все поймем намного быстрее, что, где и как было. Лестница вообще жесть. А так такая лестница крестна, конечно. Кто-то ведь сажал специально перед этим. Определенно посажено. Блин, какого года, посадили этот градус. Да. Здесь уже тоже все печально и разрушенно выглядит. Ну, как это выглядит. Был вход на второй этаж. Лестница не стала. Аккуратнее здесь скользко. Был вход, да, вот он на второй этаж. Лестница развалена. И бесполезно туда идти. А мы же доходили досюда, да, вроде? Да, доходили. Так, включаем фонарик. Пошло левое крыло этого здания. Опять же такие трубы. Опять же такие комнаты. Которые кое-где не имеют собственных несущих стен, а просто так. Но здесь уже вентиляция с пола. То есть, может, под нами-то ничего такого серьезного и нету. И вот мы попали еще в комнату, которая с той стороны была закрыта. Стоп. Не в ту мы, да, комнату попали? Нет, не в ту. А что, я его это не видел, что ли? Потому что с той стороны окно было. А тут нет окна. Тут только труба. Все, выдвигаемся. С этим зданием пока все. Если есть, друзья, у вас какие-то вопросы, пишите. Есть предложения. А если есть рассказы, так мы вообще вам будем благодарны. Если вы знаете, что было здесь. Хотя вы владеете какими-нибудь фотографиями. Ну, кто знает. В общем, пишите все, что считаете интересно. Мы будем рады прочитать. И с вами пообщаться. Ну, в столовую, друзья, нам идти смысла нету. Мы там что-то как-то не решились пойти. Потому что место очень опасное. И потолок может обвалиться. А вот здесь где-то валяется вывеска лагеря Дружба. Вот где-то в этом месте. Дорогие друзья, уважаемые подписчики нашего канала. Мы входим на территорию. Ну, скорее всего, это тоже принадлежало к лагерю Дружба. И вот этот домик с двумя башнями виден с другой стороны. С той, где мы все привычно всегда живем. От озера Полянского. Что-то пока шел, разыкался. Здесь все брошено, все заколочено. Поговаривают, что здесь бабушка жила, которая скончалась. И, в общем-то, очень быстро все стало заброшено. Ну, это не колодец здесь, этот, такая штучка. Ну, в общем, типа чан стоит. И кран откуда-то шел, следовательно, водопровод проходил. Но содержать все это людям стало неудобно. Ну, и куда, конечно, содержать, если один человек все охранял. И жил только за счет того, что здесь места. Когда человек умер, и места стали приходить в негодность. Вот здесь грядки с огурцами были, и все было заброшено. Так, к этому-то к дому ходят, конечно. Но, смотрю, например, вроде эти заколотили окна. Мы сейчас пойдем в тот домик, пообедаем. Ну, знаете, ощущение такое все равно осталось. Как будто и не уходили. Здесь пожарный щит висел. Здесь, скорее всего, типа склада было. И еще мне интересно, машина так и валяется? Или все-таки уже подобрано? Нет, машина... Машина так и валяется. Но стекла начали бить уже, побили стекла. Судьба свердловца обошла стороной. Напомню, свердловца, как только его забросили в лагере в этом, начало все сразу подряд гореть. Ну, может быть, это кому-то выгодно было побыстрее все сжечь и привести в негодность. А здесь, наверное, людям все-таки ходить очень далеко. Да и привлекать внимание, так как вокруг рубят лес. Я не думаю, что кому-то было бы интересно поджигать корпуса, а потом, чтобы сюда приезжали люди и смотрели, что здесь находится незаконная вырубка леса. Нас интересует, есть ли в подвале того дома подземные ходы, которые были проделаны еще финами, пока их не выгнали русские из этих земель. Вот туда мы будем сейчас идти. Люблю-то, поездка тоже будет, тем более берильная, соответствующие тоже были. Блин, у тебя приходит мысль, прийти сюда и окна подбить, пожечь что-нибудь? Нет. Вот так бывает, да, ломают, в негодность приводят все. А так и получается. Кстати, вот тут лестница, которая идет на второй, на третьей этаже, она мне восклиснилась. С тем переходом провалена. Да вот тоже так думаю. Потом я когда уже пересматривал видео, потом Андрюхе тоже говорил, представляешь, что эта лестница мне приснилась. Слушай, что-то копали, рыли. Наверное, что-то в пакете какой-то интересный лежит. Да, не просто так здесь пол вскрывали. Сейчас мы поднимемся наверх, пообедаем и потом... Стоп! Уже при монтаже этого видео я наткнулся на довольно странный и интересный звук, природу которого я так и не смог понять. Вот послушайте еще раз, как он звучит. Сейчас мы поднимемся наверх, пообедаем и потом... Я прокручивал несколько раз его взад и вперед, гонял на разных скоростях. Так вот он звучит замедленно. А так звучит задом наперед. Когда я написал об этом Саше и спросил у него, может быть, он каким-нибудь образом этот звук вызвал, ну, например, телефон там или еще что-то подобное, он удивился и сказал, что нет. Звуки он никакие не издавал в этот момент. Вот теперь сижу, думаю, что же могло вызвать такой звук. Друзья, если у вас есть какое-то мнение, поделитесь им в комментариях. Ну, а мы смотрим дальше. А вот этот провал, который с этой стороны, он как раз и снился. Так, а вот сюда еще не заглядывал. Здесь тоже выломано. Кстати, стало выломано намного больше, чем было тогда, когда мы ходили сюда. Сейчас вот так. Тут аккуратнее. Здесь где-то веранда хорошая была. Наверное, советская печка. Такую не встретишь. Сейчас, наверное, уже и нигде. Сейчас только не в старых домах. Сейчас даже чуть-чуть назад отойду, чтобы полный ее рост заснять. Вот как тут. Да, советская печка. Одна и вторая буржуйка. Знаешь, если в домах такие как бы туннельчики в случае пожара, я-то думал, вот это такое, но это не другое. Ну, типа короб такой, да, своеобразный? Да, можно с второго этажа вниз там, если что, как бы случается. И это напоминает один из фильмов ужасов, где в этом туннельчике кто-то жил. Опасный и страшный. Здесь даже медицинский кабинет где-то был. Цветы там и все сохранились. Не про этот? Нет. Нет, не про этот, я говорю. Я думаю, не про этот. Так, и там еще дверь, я смотрю, осталась. Но дверь, я, скорее всего, думаю, она выведет нас с этой стороны. Сейчас мы на веранду сходим. Да, дверь вот сюда, аккуратнее. Сейчас еще двери на веранду выход. Добрый постер. Нет, приду, но... Ага. Вот такой вид открывался, когда еще лесом тут было все не заросшее. И вот так было прекрасно все видно. Да, друзья, и мы здесь находимся. Это дача. Кто-то ее называет дачей Маннергейма. Ну, в общем-то, лагерь дружбы. Вдалеке находится озеро Киркояруе, полянское. Такая атмосфера такого фильма еще, представим. Что все как бы на привале. Охотники на привале называется. Горит, горит. Давай, Саш, делись впечатлениями со зрителями. Как тебе находиться в таком месте? В принципе, здесь ты не был еще, и вот оно вот такое вот. И заброшено, но в тот же момент необычное, потому что здесь нас еще не было. Раньше, ну, тебя не было. Я с Андрихой побывал, но сильно не обходил. Так, посмотрели, и... Я еще здесь не все увидел, конечно, но оно ощущается такая вот старина. Какие-то 90-е, может, ну, веет. Веет таким... 90-ми годами вот эти лагеря еще были оздоровительные. Ну, они у нас по области не только где-то здесь, да, поблизости в районе Рощины, Зиногорск, там, и так далее. Вот, ну, то есть, как-то вот одним таким махом все убрал, ну, куда-то это свернули все, и... Жалко. Перестройка. Такие вот здания, они финские напоминают все. И, ну, у меня собственное впечатление, потому что я как-то по-другому это вижу. Можно... Об этом, в принципе, кто-то думает, пустое место, и что здесь такого красивого они увидели. Ну, вот я вижу какое-то слово здесь такое. Какое-то... Здесь слово спокойствие, наверное, это словами не передать, как-то приятное спокойствие, оно такое особенное, поэтому находиться здесь вот очень здорово, очень как-то, ну, хочется дольше и дольше, вот именно, чтобы как-то и нервы непорядки были, и все. Такое ощущение, что сейчас придут дети. Есть такое? Да, сейчас придут сюда какие-то там люди, которые управляют там лагерем, здесь будут дальше отдыхать и так далее. То есть такое ощущение, что этой разрухи-то и нет. Как будто мы в гостях. Все равно, как бы не было, мы в гостях. Ты как представил это, да? Да, вот мы сейчас... Такое ощущение, все равно в гостях. То есть такого нет, что мы пришли, что хочешь, поджигай, ломай, там, мусори. Все равно есть какое-то такое ощущение, что вот как-то... А раньше здесь кто-то был, тогда все, журналы это разные. То есть как бы это... Это так просто оно... Ну как, есть желание сохранить или наоборот испортить все-таки? Жалко, что уже время поменялось. Хотелось побольше присутствовать в таких лагерях, как говорится. Ну вот, время меняется все, конечно. Поэтому, ну, допустим, даже если они существуют, более на коммерческом уровне, то это уже люди не с доброй такой душой. Ну не все, но большинство, к сожалению, агрессивные. Есть такие немножко, ну, недорожелательные люди. И корпуса, не те, расположение их, это какой-нибудь богатенький лагерь, где-то за таким забором, пятиметровым там, с охраной. Нету такого, да? Чувства нету. Ты приезжаешь, чтобы заплатить деньги за то, что ты покупался в бассейне, а нет такой, что приезжаешь, это полнота радости, как раньше. Вот ты понимаешь, что ты сейчас подлечишь свой желудок, как раньше, да, ну, свои там нервы, вот дети особенно, кто болеет там. Нет такого, что приехал родитель, ребенок был как-то счастливый, довольный, наигравший, на него внимание, у него в столовой, что он не любит, все поменяно, любые блюда, отношения любое. Вот девочка заплакала, и сразу подбежали, там, воспитатели или кто, что случилось, все, любой вопрос решен, то есть без проблем, никаких криков, ничего нету, то есть любовь, она вот такая к детям, блин, такое советское, я вот теплое беру. Конечно, и то время всякое бывало, и люди, и всякие, всякие моменты, жестокости, ну, и так далее. Но я все-таки вот, больше внимания на самое положительное, вот поэтому тебе и поделился. Ну что, друзья, у нас день клонится к закату, а вот мы сидели очень хорошо, кстати, посидели на этом месте, благодарим тех, кто выстроил этот дом и эту веранду, ну, в общем-то, и поругаем тех, кто здесь выбил стекло и все бросил. Теперь у нас осталось две цели, это обследовать это здание, и все-таки, как следует, посмотреть, есть ли что-то в подвале, и вообще намек на то, что из подвала ведут подземные ходы под озеро Киркоярви, Полянское. Давайте посмотрим. Вначале будем обследовать верхнюю часть. Мы снимаем печку. Печка тех времен. Сюда закладывались дрова в топку, и она разогревала, титан полностью грел. Вот таких больших размеров были печки. Ну, естественно, здесь тумбочки и бутылка водки сохранилась, а также вешалки, которые прибиты прямо к стене. А я немножко хотел бы рассказать про свой сон. Снится мне во сне лестница и пролет лестницы отсутствует, дырка. Ну, не знаю, вот такое было один раз. Просто такая вот фигня приснилась. Нездоровая, наверное. Я думал, что она приснилась, и все, и забыл, и забил. Но каково было мое удивление, когда это я все увидел в реале. Пролет лестницы без этого, без пола. То, что мне снилось. Вот такое. Сейчас мы будем туда выбираться. В прошлый раз я здесь проходил и снимал это все без фонарика, и все выглядело очень печально. Пролезешь? Давай, аккуратнее. Тут ничего видно не было. Потом, правда, я телефон доставал, ну, а что этот телефон сделает, когда неудобно все снимать. вот у нас два хода. Один у нас ввел в комнату. Здесь тоже печка-буржуйка стоит. И комната 11, и комната 12. Так. Здесь, ну, это мы уже видели. Оставленные письмена. Здесь почему-то кажется мне потеплее. Письмена оставлены на стенке. Так. Вешалка. Пустарная. Но, тем не менее, сохраняющая форма. И нас интересует давайте следующую посмотрим комнату номер 12. Потом печку-буржуйку глянем. Ну, и потихоньку будем выбираться в сторону подвала. Туда идти. Так. А, это наверное не знаю. Да, здесь что-то наклеивали. Просто любители наклеек наклеивали разные вещи. так. Вот тут тоже печка. Здесь, наверное, что-то готовили, приготовили. С этой стороны топка находится. Очень неудобно закидывать дрова. Так, теперь мы продвигаемся вот сюда. Комната 13. А мухи гудели под потолком вот здесь. Сейчас, естественно, тут мушкары нету. Ну, это вот как раз эти башенки, которые видны сдалека. Две штуки. Вот они самые высокие места. Не знаю, для чего такая архитектура здания была. Не сильно-то они и важны были. Но, видимо, решили не экономить доски и прочее. Все хватало в Советском Союзе, когда это все собирали. И потому вот так сделали. Сейчас наша цель будет обследовать подвал. Еще там, мне кажется, или даже не кажется, но здесь какая-то комната должна быть. Ну-ка. На таких чердаках бывает обитают летучие мыши. Потом, если что, с камеры просмотрю. В общем, стена, которая вот здесь, здесь что-то за стеной есть. Но что непонятно. А не попасть туда. С одной стороны. вот за этой стеной, которая сзади меня, никуда не попасть. Но ведь явно она там не в пустоту выводит. Потому что она наглухо здесь забита и там окон влетают. Не может быть так, чтобы она никуда не вела? Хотя, кто знает, вроде нет, вроде пустота. а не плохо бы такие ниши найти или короба, в которых действительно можно было бы пролезать и что-то интересное обнаружить. лестница с моим кошмарным сном. полевка в качестве электронного кабеля нормально. Хорошо люди жили с полевкой там. Ладно, верх обследован. Видел лысую гору отсюда? В окошко посмотрел, да, успел? Так. Да, тут небольшое наверху пространство. Все очень такое в сокращенных размерах. Внизу все это намного шире выглядит. Вот такая вот дырка из сна моего прямо здесь. Стрём такое идешь, идешь, идешь. Как туда улетел. Как это случайно наверное все вот в том-то и дело, что проломлено там манерно. Там где-то нет чувствований. А мы сейчас на низу пройдем там. А то может там какие-нибудь финны шведы еще валяются. Ты думаешь все равно что финны тут побывали? Я тоже склонен так думать. Я тоже полуфин. Ага, да мы все такие. Вот это значит дырка над нами над головой. Такое ощущение, что проломлена дожда ногами была. Так, наше дальнейшее путешествие вперед. Да. И мы сейчас обследуем все места возможных подвалов этого здания на предмет наличия подземного хода. Все-таки я еще сейчас раз сниму вот это место, где полот колуполе. Уж не просто так здесь и кирпичи. Что там делают? Так. Нет ничего копательного. А дальше ты что там? Не просто уже так пытались вырвать. Если бы доски просто так вырвать, другое дело. Нет определенно к чему то пытались подкопаться. Давай сейчас засмотрим подвал еще с других сторон. Единственное что предлагаю потом опять появиться и взять с собой лопату. Ну камни потом появится что ли? Да приехать с лопатой. Надо здесь еще наружу посмотреть. Ага. Вот под фундаментом там он разъехавшийся сильно. И сейчас вокруг еще обойдем. Нет ни в одной комнате намеков на то что у вас подвал какой-нибудь нету? Пока нет. Так. Здесь пол вздыбился даже от сырости. А пол даже вздыбился от сырости. Вот самое ужасное наверное это вот то помещение. Здесь тоже пол приподнимали. Скажу что что-то пытались найти но и так просто прыгать на нем не могли. Так. Что-то мне стало еще интересно что-то мы искали реально. Вот. Смотри а здесь у нас выход наверное на улицу получается. То есть нам желательно попасть под фундамент этого дома. Каким то образом. Так. Сейчас давай вокруг его обойдем. Может быть что-то найдем подходящее. вот само по себе как выглядит здесь фундамент это ограненные камни обмазанные цементом в перемешку с глиной я посмотрю. Давай вокруг попробуем обойти потом наша цель будет подвал. Так. Вот можно еще сюда заглянуть. Тоже нет намеков. я думаю если он и есть какой-то подземный ход то скорее всего он очень хорошо замаскирован. вот я кстати сказал вот так. То что в совке делали так чтобы меньше знаешь крепче спеш для своих людей. финны мне кажется здесь больше саж знают чем знаем мы сами об этих местах. Финны или русские? Ну финны пытались замаскировать чтобы потом другие люди здесь могло быть могло быть вот там какое-то углубление уходящее внутрь так слушай здесь подземелье подвал я посмотрим давай а здесь недалеко впрочем то и все впрочем то и все да и все причем так замуровано сильно замуровано кладка человеческими руками именно сделано не все здесь все очень сильно даже так сказать бы я замуровано так и мне даже телефон внизу звонит ну что ж уважаемые друзья вот я спустился в подвал успел проконсультировать свою знакомую по поводу сайтов прям так она мне позвонила и спросила где ты находишься я просто сказал что в полянах было бы наверное нелепо сказать что я сижу в подвале под дачей мундергейма обмазанными камнями глиной в общем-то все смешно и еще успеваю консультировать сейчас я вам покажу все вокруг как тут выглядит и все-таки я думал что этот подвал приведет в более интересное место нежели чем просто такой бетонно деревянный карман ну что ж мы сейчас попробуем еще обойти разных мест эту дачу и посмотреть может быть где-то что-то появится более интересное привлекающее внимание так что не переключайтесь ну что ж я вылез из отверстия вот оно виднеется пришлось немножко постараться для того чтобы вылезти из этого подвала больше чем просто с прошлого года мы узнали что здесь даже содержали лошадей сейчас мы пойдем еще в один подвал а потом обойдем вокруг эту дачу казалось бы да вот ключ к разгадке тайная там кстати огурцы с помидорами не сохранились даже не трону там видео кто-то решил поесть пазочку так бабочку повредил лампочка тоже кладка кстати такого же образца сейчас так опа и оттуда ветер дует снизу крышка такая куда-нибудь вот я все мечтаю почему мечта не может исполниться кирпичи а здесь уже несущая стенда ну как сказать подпорная камни порисованные в цементе так сильно такого тоже нет водопроводная труба здесь тоже какой-то подо мной не знаю в принципе сильно такого нет выдающегося что туда можно залезать скорее всего это просто тоже глухой но в любом случае нет намека на то что здесь подземный ход мог быть меня все-таки насторожил подвал вот с того места куда я залезал такое ощущение что знаешь он там не один он хорошо да так здесь нету такого намека ни на что значит все-таки здесь держали лошадей до последнего времени и сеновал применялся тоже ох насеновали даже травой уже не пахнет у сена особый запах а здесь он уже все так знаешь куда мы не смогли еще попасть вот в тот чердак так Саша заходит в сарай здесь похоже на то что кто-то стоял свиньи например или куры похоже а теперь здесь уже стоят стенки от шкафов так курятник свинарник прошли а вот собаку растрепанную это да это что-то не могла да сама замерзла да нет потому что разгрызли лестница которую мы видели вот она сверху вниз она периодически постукивает на ветру давая себе знак ну что ж единственное что можно предположить что надо теперь бы посетить это место когда снег растает и взять с собой лопату и где копались тоже попробовать покопать строили быстро в Советском Союзе народу это было много родителям детей надо было сплавлять на лето в детские лагеря чтобы отдохнуть пока рабочий класс острудился потом территории переходили ведомства допустим оздоровительных учреждений более современных еще позднее начинали разрушиваться превращались в кооперативы которые не знала чем уже занимались и в конце концов вот приходили в такую такой вид страшный такую негодность а это с черного хода наверное с черного хода заходили вот с этого забираюсь по-любому так ну что он вас выведет куда-нибудь а деревяной сарай ну это внутрь есть ну а что тут кому нужно с другой стороны рассудить одеяло блин или матраса а вот тоже холодильник который на столовых применяется и много книг еще и противогаз а там не один телефон видимо что здесь даже телефонный узел это наверное из библиотеки местной это все было и этот как вы называли спиратор да вот это неожиданно ну так как лагерь был детский здесь и такое было а это что у нас за прибор какое-то устройство игровое с лампочками давно таких лампочек не видел уже лет сто какая-то игра в общем это было одновременно и библиотекой и складом и наверняка растут много телефонных аппаратов еще и телефонной станции в довесок вот они совковые номера набирателя на позвони куда-нибудь алле вызовите дом пожалуйста о пионерское знамя пионерская дружина имеет красное знамя да красное пионерское знамя символ чести сплоченности юных пионеров их беззаветной преданности социалистической родине и коммунистической партии знамя дружины выносится на все сборы дружины дружина выходит со знаменем на демонстрации слеты праздники к борьбе за дело коммунистической партии будь готов да друзья советский союз здесь все-таки ощущается жалко что его больше не ощущается нигде кто-то тебе скажет слава богу какой-то усилитель что-то знакомое так транзисторы реле за березовым соком это барабан от стиральной машины да такое помещение то я бы сказал внутри довольно таки вместительная таймер от стиральной машины тоже а что конденсатор что ли так сколько это 500 вольт 500 вольт 16 микрофарад вы представляете 16 микрофарад такая громадина сейчас на 100 микрофарад меньше даже на 500 вольт не понимаю куда-то идет так это крышки у нас от холодильников от холодильных камер я бы так сказал хладоагрегатов как они еще там назывались да так там мы были так ну все эта территория обследована здесь конечно не могло даже быть намека на то что куда-то могли уходить подземные ходы здесь вот старые кровати с панцирной сеткой уже провода зачищенные подготовленные к тому чтобы сдавать да там уже ничего нет и какая-то какая-то штучка коробочка да щелкает в крыше откуда-то вот мы находимся на территории и порой здесь раздаются разные звуки очень такие интересные необычные к тому в баню пришли опять пролезать? да пролезем? пролезем давай ой так так самые толстые это у нас рюкзаки получаются давай залезай так это у нас здесь всякое разное хламье хранилось вплоть до веников наверное и прочего запах спирта почему-то что-то такое не знаешь что-то вещество аж-то похоже может в мешке ну-ка мне так кажется вообще как песок но это скорее всего могла быть и зола из печки собранная выгоревшая да ее бывает посыпают растения чтобы гусеницы не жрали вот здесь две топки было так вот раз и вот два а это парилка здесь впрочем как и не уходили только тазик теперь валяется на полу а так все то же самое камни с той стороны значит нагревали здесь вода нагревалась а на камне черпаком хряясь и все полная баня тепла и света и солнца и радости насчет бани кстати если здесь заколотить стекло то можно я думаю даже и в этой бане попариться я думаю что можно но я думаю все равно мне понравится я думаю это кому-нибудь идея вот такое интересное путешествие у нас получилось в прошлый раз оно было поверхностное изучение территории ну больше конечно привлекал внимание тот дом с двумя башнями вот он остался там вот он а в этот раз мы обошли несколько большие объекты что в прошлый раз нам не удалось обойти посмотреть ну в общем-то пришли к выводу что конечно территория очень запущена все выглядит в ужасном состоянии в ужасно брошенном состоянии хотелось бы хотелось бы хоть увидеть так представить как же здесь все выглядело тогда когда здесь была жизнь вот каких-нибудь фотографий не хватает если для видео найдется какой-то материал друзья подписчики нашего канала конечно закидывайте материал мы будем рады его посмотреть кстати так разговор перешел в более сентиментальную тему я заметил то есть поначалу амбициозно вперед только вперед сейчас вот мы уже разговариваем какой-то какой-то сильной задумчивости в нас здесь была жизнь сейчас здесь жизни нет все брошено все разрушено и все забыто да именно все забыто ну что ж весь день мы прогуляли но все проели да кстати друзья мы тут для себя открыли одну очень интересную особенность если берешь баллоны газовые с собой какие бы они не были выдержанные для температуры но они не будут давать давление если они даже немного подвержены сейчас минусовая температура и потому баллоны просто-напросто замерзли ну что ж друзья фонарик у меня во лбу наверное уже вас не удивляет это мы почти подошли к стелле которая показывала что ехать в лагерь дружба вот сюда это значит что мы уже скоро поедем домой я сяду монтировать видео ну а вам мы хотим пожелать огромной удачи следите за нашими видео за обновлениями потому что впереди у нас лето а летом мы можем попасть во много разных и интересных мест естественно подписывайтесь на наш канал жмите лайк не без этого и будет вам плюс в карму все всем пока не сидите на диванах входи на улицу и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует...